Это самая непростая посевная в его карьере. По срокам, говорит Виктор, его трактор давно должен быть в поле. Вспашка, культивация, но техника простаивает. Так решило руководство. Рабочие будни опытного механизатора превратились в ожидание. Хочется работать, зарабатывать деньги, приносить какую-то пользу стране, семье и быту. Но не получается пока. Мощный двигатель, гидравлика, новенькие тракторы пришлось изучать с ноля, как компьютер. Этот механизированный отряд из 10 энергонасыщенных машин создавался как скорая сельхозпомощь нуждающимся хозяйствам. В прошлом году. Такие теперь есть в каждом районе области. Но если остальные уже работают, эти до сих пор не прошли техобслуживание. Положено по гарантии. А без этого покидать мехдвор нельзя. Кредиты есть, нечем которые платить, потому что, естественно, зарплата меньше стала. Потому что не в поле. В поле работаем, да, но все хватает. В свое время эти тракторы закрепили за местным предприятием мелиоративных систем, хоть и не совсем по профилю, зато надежно. Переобучили и приняли на работу механизаторов, которые должны были трудиться в две смены. Руководство не скрывает, проблема действительно есть. На обслуживание одного трактора нужно 5000 рублей. Только вот хозяйство, получатели помощи, до сих пор не заплатили даже за прошлогоднюю уборочную. Берут технику, пользуются техникой, но рассчитаться за оказанные услуги они не в состоянии. Как только будут поступления, трактора будут обслужены и, соответственно, выйдут в поле. Но проблема здесь не только в тракторах. Вся навесная техника тоже не готова к работе. Разобрать разобрали, а дальше нужны запчасти. То и на чигуны, он же к ремонту не подлежит уже. Так и подшипники, так у него и сальники, корпуса. Их покупка, к слову, также зависит от возврата долгов предприятию. В райисполкоме уверяют, все вот-вот решится. С должниками уже поговорили. Часть денег уже поступила, а вторая часть, 26 тысяч, поступит буквально, в принципе, сегодня. Поэтому они будут обеспечены 100% под полную потребность. Это, пожалуй, единичный такой пример. Да и спасает то, что острой необходимости в подмоге пока нет. Хозяйство обходится своими силами. Готовность техники в районе 99%. К примеру, у этого агропредприятия на полях сейчас все 50 машин. Ячмень, овесы, зернобобовые. Небольшая подготовка почвы и сразу сеют. Как видите, почва уже достаточно мягкая, то есть растала. Работать можно без проблем. К посевной приступили в большинстве районов Гомельской области. В южном регионе под яровые, зерновые и зернобобовые отведено 118 тысяч гектаров. Это на уровне прошлого года. Погода пока тоже приятно удивляет. Погодные условия у нас сегодня температурные рекорды каждый день до 18 градусов. Смысла ждать нет, поэтому приступили к работе еще в конце прошлой недели. На сегодняшний день некоторые хозяйства уже наполовину отсеялись и вышли на финишную прямую. Подгоняют и прошлогодние уроки. Майская засуха, с которой столкнулся регион в прежнюю кампанию, сегодня заставляет ценить каждый день. Максим Вичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова